Андрей взрослый мужик, Елена взрослая женщина, им видней. Зачем они выращивают сеянцы кедра? Наверное, чтобы посадить. Я принимаю такое объяснение, когда говорят, у людей раздваивается сознание, они для себя выращивают в каком-то небольшом количестве сад плодов, яблони, груши, а питомники имеют с хвойников. А зачем? Во-первых, хвойники бывают очень красивые и даже декоративные. А во-вторых, они заключают договор или надеются запустить договор. А сейчас идет массовая высадка этих самых, массовая высадка деревьев, в основном дикоросов. Много из них хунхойников. Акция, помните, 27 миллионов надо посадить. В целом это выглядит, на мой взгляд, глупая затея, потому что высаживают через месяц-полтора после того, когда уже садить, наоборот, нельзя. Потому что те, кто дает команду, ничего не понимают. Те, кто эту команду делает руку под козырек, им плевать. Приживется, не приживется, сколько будет потерь. Так нет. Вот, хвойников у нас в стране хватает. Вот. И я обращаюсь с таким, как Андрея, увлеченным садоводом и уже с определенным опытом. Понимаете, к чему я клоню? Да выпишешь это или у меня это, как принцип такой, любимая поговорка моего старого друга. Займи да выпей. Займи да купи эти самые, побольше 100 тысяч, еще 1000, 2-3 тысячи семян, пока они дешевые. Вот. Вырасти, рассади где хочешь, у себя. Пусть будет с густотой невероятной. Есть две категории. Это китайские сливы, так, ну, не вникая в детали, несколько разновидностей. Вот. И маньчжурские абрикосы, которые, ну, естественно, еще и эти вишневолочные, вишни штамповые и степные. Сибири, которые ничем не болеют и никогда не замерзают. В любом месте Сибири. Чуть ли не в приполярных округах. Вот. И все это дает витамины. Кедры дадут через 30 вам шишки. Вот. Дожить бы. А для чего мы тогда делаем эту всю работу? Я снимаю этот фильм, чтобы обратиться к тебе, Андрей. Я уже на ты. Вот. К тебе, Елена. И еще к алтайцам, жителям Хакасии. Хакасия давно и, к сожалению, теряет уже это флагманские качества. Быть самым передовым, плодовым регионом России. Сибирь, Сибирь. А было и Россия. Вот. Да и, значит, не это, ну, наверное, у них какая-то цель. Наверное, может, он их немного. Может, сто или двести посадит. Может быть, это его благородное призвание. Ну, давайте, улучшайте. Абрикосы, сливы, вишни. Это сумасшедшие урожаи. Сумасшедшие. И для ваших, вот это ваше место, где вы живете. Алтайский край, село Сараса. Сараса, Сараса. Вот. Это прекрасное место как раз для этого. Вот. А я когда увидел, что вы сеянцы этих кедровых сосен выращиваете, мне стало не по себе. Честно скажу, мне стало не по себе. Вот. На этом я хочу закончить разговор. Мы все видели. Руки золотые. Есть уже персики у вас поросли. Вот. Четыре из пяти. Это не шутки. А дальше вы их будете наклонять. Вы их, это... Есть опыт Сиренобаева. У него прекрасный урожай в этом году был. Ну, он не стесняется. Он их наклоняет и это. И укрывает этим самым нетканным материалом. А вот еще плюс лапник. Лапник, лапник. Конечно, много лапника рубит в тайге, чтобы укрыть. Ну, видимо, это благая цель. А не ворожство. Вот. Ну, и в первой серии вы видели много интересного. Вот. У вас все получается. Только не обижайтесь за меня за то, что мне не понравилось, что благородную землю, ценнейшую землю, вы опять засадите и внесете свою лепту, конечно, в озеленение планеты. Ну, мне кажется, планета без нас бы обошлась. А вот без слив, без абрикосов, без вишен, чтобы все было, чтобы весь ваш сад засадить. Да густо. Да чтобы грузовиками вывозить. Вот это было бы здорово. Откуда я такой смелый взялся? В 92-м году я впервые познакомился с семьей, с директором Бойковой Галины Николаевны, директор ГСУ Шуршинского, да? Ученый, крупный ученый, кандидат наук. Вот. И когда я приехал к ним знакомиться, и черт меня угораздил приехать в сентябре. Вот. Отмахнулись от меня, как от комара, который зудит. Вот. Даже не знакомый со мной. Вон он, сад, идите, ходите по саду, не мешайте. Я стою в стороне, у меня глаза больше, чем блюца. Стоит грузовик, набитый ящиками, а в ящиках полный этот самый, слив китайек. И рядом стоит довольно приличный сад китайских слив. И весь, вся земля усеян этими гниющими сливами. И они, включая и сама директор с ящиками, и ее муж, сотрудник Александр, тоже с ящиками, и десяток рабочих с ящиками. А они, это, буквально, успеть, успеть, они же портятся. Вот это я увидел своими глазами. Сибирь. Климат там жестче Чемарева. Там не берег Шуршинского района, не берег Енисея. Не замерзающий, как у меня. А там, выше, предгоре. Что бы вы видели, что это был за вражение. Вот это, вся Сибирь должна быть такая. И вернуть те советские времена, когда все, на риск был завален, нет, ни фруктами. Фруктов не было. На Новый год только апельсины были, и яблоки. И компоты, и болгарские компоты. Дефицит одну банку в руки. Помните, нет, друзья? Мое поколение было. Но зато были яблоневые и сливовые компоты в трехлитровых банках хоть за песен. Их было так много, что когда-то газета, литературная газета, самая популярная, самая толковая в те времена, не вот эта бравурная, а настоящая газета, значит, била тревогу. Господи, купите по одной трехлитровой банке. Обращалась к этим, к россиянам. Стоят годами, стоят годами, завалено все было. Была слива своя? Была. А потом раз, разучились это делать. А сейчас, да, пожалуйста, покупайте, вон она. Только это вранье, что натуральное. Натуральное быстро это забродит. А нет, она не натуральная, они законсервированы. Их пить опасно, и вредно. И сахара слишком много там. Вот, и производится черти где, и из чего. Вот, скорее всего, в воду добавляют консерванты. Вот, порошок, скорее всего. И слово натуральное. Нет, давайте сами, а, Андрей? Вот. Вот это от души я сказал. Хвойники это хорошо. Это может быть ваше призвание, я не знаю. У вас получилось, что хвойники взошли. Я еще скажу. Конечно, у нас это самое, у нас вырубали, вырубали, вырубали. Кедровое эти, урочище вырубали. И сейчас, конечно, и поубавилось, очень сильно поубавилось. Вот. И это естественно, кстати, потому что это деловая травесина. А я нашел несколько... В общем, я при городе, в этом, в одном маленьком краюнчике поселка Сиза... О, нет. Майна. Я нашел три огромных голубых ели. И я собрал шишки, прорастил, и у меня получилось несколько сотен прекрасных саженцев. Вот такие, как я его сейчас показываю. Показывали мне в этом фильме. Вот точно такие. А у меня их никто не покупал, я их потом тяпкой все забил насмерть. Ну, никто не берет. А они голубые ели. Она красота спасет мир, но... Время такое было, но уже после перестройки кому нужны была эта красота, голубая ель. Может, несколько штук-то и продал. А остальное под тяпку. Они были маленькие, беззащитные. Вот, девать было некуда. Вот. И в таких случаях никогда меня, Железова, не упрекайте в том, что нет бы отдать, нет бы раздать. Отдавал, раздавал. Вот. Сегодня я вместе с племянницей, я фотографии потом покажу, наверное, на вебинаре. Я их не успел подготовить. Вот. А сейчас, погодите, а где у меня... А у меня еще осталось несколько минут, пока закончится время записи. Сейчас. Я не голословный. Я не голословный. А я прямо тут покажу. Вот. Я делаю, что могу. Смотрите, друзья. Ох, не тут. Где же мне она переслала? Ладно. Сейчас я посмотрю на телефоне. Я так хочу. Даже похвастаться хочу, да. Даже похвастаться. Похвастаться. Даже наперенесла эти фотографии. Боже мой. Я что, не понимаю в этом? Юля. О! Смотрите. 60 саженцев. Вот они. А тут, а то вот. Нет. Хочу похвастаться. Крупный план. Вот хочу и все. Юля. 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 А как так может быть? На телефоне есть? И этот же самый ватсап? Нет. Ладно. Смотрим сюда. Вот смотрите. 60 саженцев. Манчурского ореха. Мы подарили в школе. У них же та же акция. А знаете, почему мы подарили 60 саженцев? Вот они. Вот. И Сенька копал. Видите? Вот. И она копала, и я копал. И упаковали. А почему? Команда поступила, и они должны были сотни-две посадить. Как раз вот этих хвойников. То ли сотен, то ли сосен, то ли кедров. Наверное, просто сосен. Ну, вот приказно и все. И дело маленькое. Вот. А это кедровое. То есть, это все-таки манчурский орех. А манчурский орех обладает своим качеством. А если они вырастут, будет единственный случай, редчайший случай, когда целая роща кедровых орехов, а она будет обладать особым воздухом. Ну, дальше уже продолжать эту тему не буду. Вот. Видели? Так что упреки не принимаю. Но был такой момент, когда не нужны были никому голубые деле. Было, было. Вот. Ни бесплатно, ни за деньги продать не удалось. И вот я к чему говорю. Нам мы должны, Андрей, очень должны, прямо обязаны, я считаю, потратить силы, потратить еще какие-то деньги. Вы же видели какие-то сумасшедшие скидки. Осенью будет ровно в два раза дороже. Вот. Вот. А пока лето, пока я нуждаюсь в деньгах для тех же детей. Вот. Я живу на чистую пенсии. Я живу на чистую пенсию и в пределах пенсии. И получается, что есть возможность. В руки золотые. Персики умудрились порастить. Не к вам лично обращаюсь, а используя вас для того, чтобы обратиться ко всем. Поэтому, пожалуйста, давайте сделаем вокруг действительно сказку. У себя, у соседей. Буквально не больше двух тех, которые в скверах садят. Которые просто раздают. Купили у меня костыки, просто всем раздают. Хотя ясно, что без специальной практики ни сета не получится. Помните, он посадил в ямку грушу. И вот она стоит мертвая. Все, друзья, разрешите на этом откланяться. Значит, Андрей, с вами не прощаюсь. Вот, теперь, наверное, уже увидимся. Знаете, когда? Знаете, когда? Вот вы крупный пауз. Здравствуйте. Знаете, когда? А когда вас будет чем похвастаться? А может быть, как-то среагируете на мои слова? Про абрикосы манджурские, про сливы китайские, про вишни, бойлочные, степные, штамбовые. Вот, любые черешни, у вас единственный шанс. Это речейшее место, где можно черешню вырастить. У меня же черешня, а все девять этих, все девять деревьев зацвели. Все, показывал. А вот, всем хуже. А почему вы меня костики черешни не купили, а? Вы-то тот самый благодатный край, вы же самый, это, что вы писали, забыли? А? Про это. Что уже, ну куда уже лучше место-то? Что вы написали? Природа, земля плодородная, природа чистая. Были сады Мичурина. И пошло, и поехало. Все. На этом разрешить откланяться. Дальше говорить нельзя. Вот, как говорил, в тюрьме есть последний запоминается. Вот это последний и есть. Возвращаем. Давайте будем садить культурные растения. Тем более в таких уникальных местах. До свидания. Продолжение следует...